здравствуйте друзья у нас сегодня новое блюдо мы готовим значит илья нам скажет вообще вот это сейчас что мы делаем это сыр какой-то это не сыр это готовое тесто которое существует двух вариантов так вот он чтобы было понятно что это то тесто которое нам нужно надо быть уверен что его можно жарить и вот здесь написано фрэйер это на каком языке это на мексикан на испанском так мишка но готовим мы в целом что что это будет готовим и чебуреки чебуреки значит мы для чебуреку берем мексиканское тесто которое можно жарить разморожить его сначала она сейчас заморожена да она заморожена нормально значит вот моего на бумажечках раскладываю уже распасованы так она прямо на бумажечках и вот так с бумажечкой значит мы его берем кладем раз вот сюда так и будем туда что мясо закладываю но получится щебурек такой масенький такой как бы микро чебурек мини версия мини версия хорошо у нас на самом деле есть уже фарш вот друзья фарш значит может быть пару слов про фарш что там у нас как мы его сделали перемолотое индюшкина мясо красное мясо так и в упаковке примерно полкило так и на каждую расчет такой нужно добавить мелко нарубленный лук который я делал в фуд-процессоре так вот здесь расчета 1 луковица на одну упаковку мяса то есть полкило по мясу с луком да и лук и немного посолить вот все то есть это не хитрый такой фарш ну да я хочу сказать друзья вы не думаете что это тут что-то такое само по себе у нас люди жили в узбекистане я правильно абсолютно вот узбеки делают чебурек узбеки делают все потому что узбек ташкент мульти национальная национальная страна там есть разные кухни узбекские татарские корейские еврейские русские украинские и так далее так а что фаршмак там тоже есть слушайте а это что-то который делал это был ташкентский ташкент а вот если например если чебурек с фаршмаком можно вот вы жили в израиле тоже до в израиле что там классно делают ну кроме хумуса все варма замечательная это но это не еврейская кухня это такая как бы ближневосточная да так шурма хумус так ну это тоже такой как бы средиземноморская такая кухня что еще в израиле что в израиле так хорошо идет торты еда вкусная мы недолго там были но почувствуешь и да там это вкусно слушай а при этом при всем есть там полно худенькие девочки тоже ходят я видел вроде казалось бы такая такая еда понимаешь в америке ну может быть у них нет столько денег чтобы покушать отец это может быть на жаре да больше сил тратится так что же это мы целую пачку вот этих я извиняюсь кружочков кружочков из теста так у нас одна пачка у нас не было две таки у нас всего одна так теперь вот эти у нас что из себя представляют это тоже обертки тесто для жарки так то есть это тоже тесто для каких-то яичных роллов такие обертки да ну такая это просто то же самое крупное в том что у меня не было возможности купить это тесто по которому из которой обычно делал поэтому я нашел решение еще одно да именно нужно для себя другой это будет экспериментальная порция понял сеточка ты и для чебуреков пользуешься другим тесто изгоняем нет подожди сгоняем ты скажем и не тестом пользуясь я пользуюсь готовыми это не не как они называются мексиканские такие лепешки и там все очень просто то есть эти лепешки кладешь мясо не надо ничего то самое они большие размером с тарелку не то есть друзья если хотите делать чебуреки есть много теста которые можно просто приобрести вот уже у нас мы видим пошло разложение мяса ну хорошо значит я могу только предположить что после того что мы заложим фарш мы слепим кончики и дальше это нужно будет как-то нагреть и довести до готовности я правильно мы это будем просто жарить тоже по новой системе которыми света сегодня распасами то есть вы как-то не так жарите как все вы знаете вы мне напомнили анекдот да вы мне напоминаете анекдот о том как пионер нет октябренок спросил пионера скажет а дедушка ленин каков тот говорит тот и говорит ты знаешь будет что как но не так как все а так знаешь по-доброму вот так что мы сегодня делаем чебуреки не как все а по-доброму да а чем можно такой вопрос на засыпку провокационный чем вот эти вот то что у нас получится это похоже на чебуреки они просто на пирожки жареные с мясом потому что то тесто которое мы покупали оно было большего размера и естественно больше на чебурек это будет как типа больших пельменей послушайте а все-таки чебурек он же сочный какой-то да он же не просто так вот мясо с пирожком определенное тесто все-таки на пирожок и другое тесто вот я тебе говорю вот то тесто ну и жинка ты не очень расходись потому что у нас еще есть тесто так у нас посмотри да у него тесто у него еще много фарша у него фарша много фарша много это всегда так бывает вот те кто готовит у них еще остается чтобы домой забрать так начинаем лепить это уже есть уже лепим давай покажем как значит освобождаем от пленочки оставлять остается в руке да значит у каждого своя система я делаю вот такой валик валик сейчас потом если нужно я вот воду в воде да так так типа как клеем прямо так и теперь это соединяется одну одну сторону он замочил на 2 нет так еще реально слепляется слепляется нет у меня ничего не разойдется сейчас его еще залюблю специальным образом но он реально пирожок такой сейчас подожди 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 юбочку сделаем сейчас это уже просто да друзья это же узбеки так делать на этом и так делаем но узбеков мы не можем это свалить евреи так делают так вот такая штука получилась друзья если вы видите кто-то так делает это узбек и еврей можно оставить и нетронутыми кряка так такими как они есть в принципе это зависит от теста это тесто не очень мне сегодня позволяет дело то что я обычно делаю так что можно ставить это как вареник все равно можно расплющить он начинает трескаться поэтому я буду оставлю так как есть то есть у нас на самом деле друзья разных очертаний вот эти пирожки вот эти чебуреки чебуреки да на самом деле вот такой лирический беспорядок он очень красиво получается по задумке это тоже какая-то мексиканская еда в нем должна быть да поскольку мы купили в мексика любая начинка мексиканском месте написано же по-испански на то есть это место где продавалось то не не суть то есть в этом месте было армянский иорданский иорданский товар со всего мира и интерначно то есть у иорданцев с мексиканцами есть некое общее понимание так сказать того теста так которое должно использоваться вот мы видим друзья сковородочку и на нее льем масло подсолнечное судя по банке смесь подсолнечного и вот так то есть мы сами смешали нет нет не не слабо мы полили масло то есть это не то что из разряда там здоровые пищи хорошо так поставили мы сковородочку но это не больше чем на один блинчик да нет и на два делал по новой системе а ну да да половина света предложила было меньше масло слегка обжарить здесь а потом доводить до годовности на другой народ понял это интересный ход до масло почти готово это чувствуется рукой да вот да жар есть жар теперь друзья у нас приспособление сейчас появляется так илья прошу значит это приспособление если вы хотите спросить где купил подарили подарили значит ну вот давайте так у вас есть несколько секунд понять зачем такая штука нужно зачем простая чтобы меньше работать потом по по устранению лишнего лишнего масла вы даже не брызгал проще говоря так может я тогда с камеры отойду спасибо у нас там еще одна сковородка для доведения как масло отреагировало ведь как она отреагировала на наши пельмешки это это чебурешки а не говорили чебурешки но это так суть там же у них такая слегка раз и пойдем опять же чтобы получил слушайте она очень хорошо обжаривается слегка красиво красиво да прям действительно какие типа типа чебуречного такого знаешь дай мне одноразовое полотенце бумажная салфеточка бумажная салфеточка на всякий случай защищает плиту и мы видим бабах вот так два готовых два готовых но они здесь тоже а на самом деле на каком-то огне то есть вот мы поставили на нахай вот справа вы видите вот она здесь будет немножко поджариваться тут у нас за лишь его порт свежая порция и так шкварчит вот она реально реально шкварчит когда масло хорошо разогрето говорит нам илья то что чебуреки практически а по одной стороне достаточно полминуты и все да быстро не доходит уже там быстро у нас а птица она тоже не требует большого времени для готовки дойти тоже можно очень довольно быстро сделать да чтобы довести до кондиции так здесь надо следить чтобы она не пережарилась а можно вот допустим я уже такой профессиональный почти вопрос вот илья вот как композитор значит вот и бывает такое что вот делаешь какую-нибудь еду и вдохновишься на написание какое-то произведение музыкального нет такого не меня не бывало а с чего вдохновляет но нижней не низ не некоторые с алкоголем вдохновляются вот сегодня вы были на побережье вот это можно вдохновить когда природа замечательная вы видели океан да видели как как называется кайт серферы на воздушных змеях они скользят по волнам да здорово было ну что же можно вот так смотреть делать вот так да 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 края прихватились мне кажется что да ну что я хочу сказать что масло даже вот не стала каким-то за это время подгоревшим и нам цвет не поменял она такой же прозрачненько такое ощущение что она особо даже не переходит на блинчик а просто в нем жарится и все а вот тут у нас друзья ой как она красиво она уже начинает знаете так дымить по чуть-чуть но после вот так сказать воздух отдавать запашок да неплохо но мы не знаем например мясо там готовы или нет правда мы так мы включительно будем ориентироваться на интуицию я понял по цвету тесто я бы понятна мясо замариновано муком уже да оно стояло с вечера наверно сколько 8 даже больше 9 часов то есть не то есть из опыта так из опыта так света что ты сделала то есть и я думаю надо просто надо просто чуть-чуть масла можно добавить сюда все-таки ты знаешь она уже все равно будет жариться надо маленький огонечек это да огонечек перевели на лоу вот все все чтобы не подгорал понимаешь масло с этого приходит не то что там нет масла например масло масло уже на нем есть масло есть на нем это просто сильный огонь то есть есть такой переходный процесс когда мы должны понять какие сделать не так как это почти готовы это уже можно переносить что же друзья вы видите то что пойдет с чебуреками значит помидорчики свежие органические пальчики облизать огурчики малосольные реально мало соли так тут у нас ну вот эти чебуреки самое интересное что никто еще не пробовал они горячие или так уже можно снизу можно попробовать сейчас тогда попробуем и друзья папа по моему лицу вы поймете что же друзья у нас как завершающая часть нашей баллады чебуреках вот давайте возьму маленький только тесто это чисто тесто уже неплохо уже неплохо маленький а он сочный я кстати странно то есть сок оказался откуда-то там вроде интересно это фактически фарш видимо так работает конечно мы привыкли к его большому блину но я хочу сказать что в большом белье там тесто 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 и знал бы слынявчик одел но у меня у меня есть вообще когда дети приходят с малосольным с огурчиком наше здоровье с малосольным с огурчиком наше здоровье с огурчиком наше здоровье с огурчиком наше здоровье